И так, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия и нашего сокровища во Христе Иисусе, Иван для Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне, в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истинною Слово Божие и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4 стихи, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы уже знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни». Кстати, по словам Христа, многие святые, которые придут, получат спасение, они утратят свое спасение только благодаря тому, что они не отдадут должного внимания вот этим трем действиям. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса – какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Господних, является не что иное, как оружие молитвы или же поклонение в духе и истине. Так как именно такая молитва является не только средством общения человека с Богом, но и это некое священное и юридическое право, которое является орудием, приводящим в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Учитывая же, что самый сильный рот молитвы является молитвой постоянной, которая не отступает от своей цели, доколе не получит просимое, мы с вами стали рассматривать формат постоянной молитвы в судном на перстнике первосвященника, который являлся форматом постоянной памяти пред Богом. Сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую же цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из Откровений Писания, как мы уже установили, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством 12 драгоценных камней судного на перстника с 12 именами сынов Иакова, должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, затем прилежной, с дерзновением, с благоговением, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем и во Святом Духе. В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых восьми составляющих, которые определяют как состояние воина молитвы, так и качество его молитвы, и остановились на рассматривании девятой составляющей. Это присутствие в молитве страха Господнего, или же молитва, которая творится в страхе Господнем. Но прежде как мы уже это сделали неким таким основанием, я вновь проведу антонимы или противоположности тем свойствам молитвы, которые уже ранее являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее будет смотреться, видеться характер самого признака молитвы. Так, например, антоним неотступности – это неверность и непостоянство. Антоним усердия – это противление. Антоним прилежности – это лень. Антоним дерзновения – это дерзость. Антоним благоговения – это пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божией – это неверие или противление вере Божией. Антоним благодарности – это неблагодарность и жестоковыность. Антоним радости – это печаль или уныние, которое сушит кости». Антоним страха Господнего – это страх человеческий. Как и в предыдущих достоинствах молитвы, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса. Из какого источника проистекает страх Господень и какими достоинствами или критериями наделен страх Господень в Писании? Какое назначение призван выполнять страх Господний в наших взаимоотношениях с Богом, друг с другом и со всей землей? Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться страхом Господнем в молитве? И по каким результатам следует проверять самого себя на наличие в своем сердце страха Господня? На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего. В кратких формулировках я приведу на память, в чем состоит суть страха Господня, противопоставленного страху человеческого. Мы отметили, что как страх Господень, так и страх человеческий – это на самом деле две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников, обуславливающих программу вечной жизни, исходящей от Бога, содержащей в себе свойства и природу Бога, и программу вечной смерти, исходящей из недорпадшего Херувима, содержащей в себе свойства и природу падшего Херувима. Мы знаем, что первый Адам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего ангела и унаследовал от него программу противоположного Богу страха, которая была передана всему человечеству и стала называться страхом человеческим, хотя на самом деле это тот самый страх, которым обладает падший архангел. Характер, заключенный в страх Господень, как и предыдущее свойство, предписывается Писанием для творчества молитвы, как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень, как программа, определяющая жизнь Бога, обуславливается источником премудрости Божией и является содержателем и выразителем этой премудрости. И как программа может пребывать и выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, обуславливающем мудрое сердце возрожденного от Бога человека, который становится обладателем верного разума, пребывающего в заповеди Господних. Посредством страха Господня человек становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних. Начало мудрости страх Господень. Разум вернув всех исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек. Псалом 110, 10. То есть такой человек может воспевать вечную хвалу Богу. Мы отметили, что причина многих заблуждений и косностей как раз и кроется в том, от чего наш разум поставлен в зависимость. Если мы ставим наш разум в зависимость от религиозных людей, мы будем угождать их косности, их невежеству и их религиозным амбициям. Если поставим свой разум в зависимость от преданий человеческих, то ради этих преданий мы также будем устранять заповедь Божию. Если поставим свой разум от логического мышления или рационального, или приобретенного опыта, то мы также будем далеки от страха Господня. Так как страх Господень в достоинстве премудрости Божией, хотя и не против логического или рационального мышления, но в силу своего извечного бытия и своей превознесенности над временем, пребывает в четвертом измерении, а посему не зависит от логического или рационального мышления, и господствует над ним. А посему только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от откровения и писания, которые мы получаем от Святого Духа через наставление в вере, только тогда мы сможем исполняться страхом Господнем, выраженным в Его дивной и превосходящей премудрости. Нам достаточно хорошо известно, что в мире, в котором мы живем, существует весьма много видов страха, еще больше фобий страха, и практически весь мир пронизан страхами и фобиями страха. Но все эти виды страха исходят из недородного источника, падшего архангела, которые были унаследованы первым Адамом при его согрешении и переданы по генетической линии всему человечеству. А, следовательно, все эти виды страха не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным родом страха, который исходит из недор Бога. И передается исключительно по праву рождения человека от Бога в семени, которое необходимо затем взрастить в плод древа жизни. При этом следует иметь в виду, что существует также и здоровый вид страха в формате здравого смысла, который не доставляет мучения. Но любой вид страха, исходящий не от Бога, вызывает мучения, в то время как страх Господень вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещают человека в самое безопасное место, которым называется Бог. Как написано, в любви нет страха. Имеется в виду любовь Агапи, Божья любовь, которая является святой и избирательной. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4,18. А посему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем, который содержится в 12 драгоценных камнях судного наперстника, то оно не может восприниматься Богом. И именно поэтому любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога или служить Богу без наличия страха Господня, глубоко оскорбляет и ранит сердце Небесного Отца, не считается с ним и бросает ему вызов. Отсутствие страха Господнего в сердце человека свидетельствует о том, что человек связан с страхом человеческим, и такой человек неблагонадежен для Царства Небесного. Такие люди будут маршировать и маршируют в первой колонии, увлекая за собою все другие подразделения падших грешников в преисподнюю. Откровение 21,8. Боязливых же, видите они в первой колонии, боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая. Итак, слова страх, мудрость и заповедь, относящиеся к природе Бога, идентичны, так как обуславливают нравственные достоинства Бога и в силу своей идентичности. Одно слово объясняет другое, так как исходят друг из друга и идентифицируют подлинность или истинность друг друга. Именно поэтому страх Господень является истинной премудростью Бога, представленной в заповедях Господних, в то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется страхом Господним, который определяется законодательством Бога. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господнем в молитве? В определенном формате мы уже рассмотрели четыре условия, которые необходимы для пребывания и исполнения страхом Господнем, и остановились на исследовании пятого условия. При этом я напомню, что пределы страха Господня, как программы Божьей, призваны ограничиваться пределами сердец, боящихся Бога, которые являются программным устройством Бога для страха Господня. Первой составляющей, которую мы уже рассматривали для принятия семени страха Господня в свое сердце, это необходимость облечь себя в мантию ученика Христова, возводящего человека в достоинство раба Господня. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас». Псалом 33, 12. Видите, страху Господню необходимо учиться, потому что это законодательство Божие, которое определяется начальствующим учением Христовым. Второй составляющей условий для принятия семени страха Господня в свое сердце – необходимо иметь чистое сердце, очищенное от мертвых дел. В противном случае семя страха Господня, как семя Царства Небесного, не может попасть в эту почву, потому что она недобрая. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мне падчик кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному» – евреям 9, 13, 14. Но для этого надо исповедать, признать, что то, что мы делали – это были мертвые дела, отреться от них. Наша евангелизация, наши молитвы, наше пение, наша благотворительность. То есть, если это мы делали ради своего пиара или делали ради того, чтобы заслужить Царство Небесное, то это мертвые дела, потому что Царство Небесное заслужить невозможно. Нужно родиться, быть рожденным царем, наследником этого Царства и затем уже воспитываться в царской семье. Третье составляющее слове для принятия страха Господня в свое сердце состоит в том, чтобы чтить Слово Божие и относиться к Слову Бога, представленному в имени Бога, и в законодательстве Бога так, как чтит и относится к Своему Слову сам Бог. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим». Говоря об этом святом храме, Дух Святой имеет в виду храм человеческого тела, в котором Бог будет жить вечно, и которое, когда Он создавал, Он создавал для себя. Хотя, создавая человека из земли, Он имел в виду, намеривался жить в этом человеке. Поэтому он, Давид говорит, «поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою». То есть это имя и истина находятся в этом храме. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое именно в этом храме, превыше всякого имени Твоего». Четвертой составляющей условий для принятия и пребывания исполнения страхом Господнем в Своем сердце необходимо быть отраслью от корня Исейва и ветвью, произрастающей от корня Исейва. И произойдет отрасль от корня Исейва, и ветвь произойдет от корня Его. И подчаёт на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, и Дух ведения и благочестия. И страхом Господнем исполнится, и будет судить не по взгляду от чей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Исайя 11, 1, 3. И разумеется, чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господнем, необходимо, чтобы страх Господень стал нашим сокровищем, из которого мы могли бы черпать силы для поздания и исполнения воли Божией, благой, угодной и совершенной. Пятый, составляющий условия, чтобы страх Господень стал нашим сокровищем, необходимо быть органической частью Сиона. Высок Господь, живущий в Ишних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим. Исайя 33, 5, 6. Шестое условие для принятия страха Господня в свое сердце – это необходимость смирить себя в соответствии требований воли Божией, означенной в заповедях Священного Писания. Притча 22, 4. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Итак, чтобы испытать себя на предмет пребывания в страхе Господнем, необходимо испытать себя на предмет смирения, которое дает основание вести нас в наследие страха Господня. Насколько нам известно, смирение, за которым следует страх Господень – это готовность и способность выполнять волю Божию. И определяется такой род смирения состоянием сокрушенности нашего духа и трепета перед Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. И если обрезание крайней плоти являлось печатью праведности на теле человека, то сокрушенность духа в обрезании сердца является печатью праведности в духе человека. А посему человек, не обладающий сокрушенным духом в достоинстве обрезанного сердца, никогда не сможет явить плод смирения в послушании воли Божией. Исходит же такой род смирения и скротости, наученной у Христа. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Матфея 11, 29, 30. Другими словами говоря, смирение – это результат кротости, выраженной в разумной и волевой обузданности наших уст. Именно по такому роду смирение как раз и следует испытывать самого себя на предмет пребывания в страхе Господнем. Однако, чтобы обладать таким родом смирения, которое готово и способно противостоять желаниям плоти и помыслов, за которыми стоят организованные силы тьмы ради выполнения воли Божией, эту волю необходимо ежедневно исследовать и познавать на условиях Писания и в порядке, установленном в Писании. В противном случае, как мы можем являть смирение в послушании тому, чему мы не можем дать ясного определения и какой-то конкретики? А по всему смирение – это, с одной стороны, активное противостояние своим расслевающим желаниям, за которыми стоят организованные силы тьмы, пытающиеся отвратить нас от выполнения воли Божией. А с другой стороны, смирение – это действие активного давления на организованные силы тьмы, чтобы вытеснить их из пределов, которые находятся под их контролем, но по обетованию Бога принадлежат нам и являются нашим наследием. И в данном случае это наше тело, которое является нашим наследием, в котором Бог желает воцариться, но там остается закон греха и смерти, там пребывает тление, и оттуда происходят всякие противные Богу желания, которые огорчают даже нас, и мы иногда приходим в отчаяние от них. И вот смирение как раз заключается в том, чтобы активно противостоять, не только защищаться, но чтобы вытеснить их из пределов им непринадлежащих. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Ефесянам 5, 17, 21. Исполняться Святым Духом означает повиноваться откровением Святого Духа в границах Священного Писания, потому что Дух Святой не будет давать откровения вне границ Священного Писания, вне заповедей. Далее, исполняться Святым Духом означает немедленно и неукоснительно выполнять откровения Святого Духа в границах Священного Писания. Далее, исполняться Святым Духом означает водиться и руководствоваться откровениями Святого Духа в границах Писания. И далее, исполняться Святым Духом означает утолять жажду и алканье откровениями Святого Духа в границах Священного Писания. И еще одно исполняться Святым Духом – это уповать, наслаждаться и успокаиваться откровениями Святого Духа, содержащимися в границах Священного Писания. Повиноваться же друг другу в страхе Божьем следует исключительно в границах иерархической субординации, означенной в границах заповедей Господних. Таким образом, смирение, по которому следует определять наше пребывание в страхе Господнем, – это способность княжить в пределах своей ответственности. И в первую очередь, это княжить над собою в страхе Господнем, поставленным или же представленным в заповедях Господних, чтобы подчинять сферу своих эмоций исполнению воли Божьей. При этом будем иметь в виду, что существует большая разница между тем, когда Бог смиряет нас и когда мы сами смиряем себя перед Богом на основании истины, которую мы получаем через благовествуемое Слово. Для примера активного смирения, выполняющего волю Божию, я приведу часть одного богодухновенного изречения, в котором смирение представлено в противостоянии организованным силам тьмы и оказанию давления на эти противные воли Божьей силы. Это Псалом Давида, 143, 1, 2. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битвы и персты моей брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Разумеется, чтобы Бог мог научать наши руки битве и персты нашей брани, нам необходимо облечься в достоинство ученика Христова. Бог может научать только ученика, который преклоняет свое ухо, чтобы слушать глаголы Божьи, подобно учащемуся. Преклоненное ухо, приготовленное к слушанию Слову Божьему и немедленному исполнению услышанного, это и есть тот возвышенный род смирения, который является верхом красоты в очах Бога. «Слыши, черь, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелай, царь, красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Псалом 44, 11-12, апостол Павел приводит этот псалом в послание к евреям. «Видите, вожелай, царь, красоты твоей, и Бог рассматривает смирение его воли красотой. Слушай, смотри и преклони ухо твое, иначе ты ничего не поймешь. Смири себя. Если сердечное ухо человека не преклоняется для слушания Слова Божия, то Бог не будет иметь основания пробудить это ухо, чтобы человек мог слушать Бога, подобно учащемуся. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. «Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Исайя 54, речь идет о вожде и совершителе веры Иисусе Христе. Посему из данного изречения следует, что пробуждение уха указывает на состояние, сопряженное с воскресением, которому предшествовало состояние смирения самого себя до смерти и смерти крестной. И таким состоянием смирения может обладать только человек с сокрушенным духом, так как сокрушенность духа является пред Богом не только знаком праведности, выраженной в обрезании сердца, но и знаком завета, на основании которого Бог может пробуждать ухо человека к слушанию Слова, исходящего из его уст. «Нам следует хорошо усвоить, что сокрушенность человеческого духа указывает на нищету его духа или же на незащищенность и ранимость его духа, в которой человек сознательно и добровольно отказался от всякой защиты и всякого упования на что-либо и на кого-либо в пользу упования на Бога, в силу чего стал бедным духом и открыл себя угнетенью организованных сил тьмы». Иова 36, 15, 17. «Он спасает бедного от беды его, и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждения и осуждения близки». Фраза «в угнетении открывает ухо» означает «возводит из смерти силу и воскресения жизни». Следующие слова в данном изречении говорят о том, что угнетение – это теснота или состояние, в котором отсутствует помазующая сила воскресения. Подобно теснотой Бог показывает нам состояние нашего сердца, насколько оно соответствует требованиям смирения, дающего Богу основание открыть наше ухо, чтобы вывести нас из состояния смерти на просторы воскресения. Подобная ситуация – это время, когда Бог посещает человека, чтобы либо погубить его, либо спасти его. Если человек обладает в своем духе смирением, в состоянии сокрушенности, выраженной в бедности, Бог выводит его на просторы воскресения. Если же человек не обладает в своем духе смирением, выраженным в готовности и способности быть учащимся, то Бог приводит в исполнение над таким человеком приговор вечной смерти. «Сын мой, словам моим внимай и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Притча 4, 20-22. «Под здравием всего тела, обретенного через смирение, выраженное в преклоненном ухе к слушанию Слова Божия, имеется в виду воцарение воскресения Христова в нашем теле, посредством которого наше тело освобождается от закона греха и смерти». Притча 5, 1, 2. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранились знания». Чистые уста, сохраняющие знание мудрости, сходящие свыше, это заключительная и триумфальная инстанция власти воскресения Христова, представляющая в нашем теле престол Бога и Агнца. Именно таким родом смирения перед волей Бога обладал Давид, а также Иисус, который являлся по его свидетельству корнем и потомком Давида. Мы не раз отмечали, что в молитвах Давида, обращенных в Салмы, знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством. В целом, данная молитвенная песть Давида, это как эталон смирения перед волей Бога, это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным видам проклятия. Однако, чтобы Давиду прийти к власти над язычниками, ему необходимо было вначале прийти к власти над своим народом. Посредством своего самопожертвования за благополучие своего народа, а народу необходимо было добровольно признать над собой власть Давида и благословить Давида. Потому что только благодаря такой комбинации, выраженной в устройстве божественного порядка, определяющего структуру божественной теократии, народ израильский под предводительством Давида мог прийти к власти над иноплеменниками. В силу этого активный род смирения мы будем рассматривать под приходом Давида к власти над своим народом, в котором содержится образ нашего прихода к власти над собственным плотским естеством, или же наше владычество над своим происхождением, дабы в явлении своего активного смирения представить свое тело в орудие праведности, чтобы с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти, которые мы унаследовали в своем происхождении от суетной жизни отцов. В данной части имеющегося эталона смирения Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог через наше смирение перед Его волей будет приводить нас к власти не только над нашим плотским естеством, но и в целом над всем нашим призванием или же предназначением. И эти точки соприкосновения с Богом представлены в возможностях Бога, с работой, с которыми Давид пришел к власти над своим народом, благодаря чего он мог исполнить в отведенном для него времени и пределах свое предназначение. Когда Давид говорит, что Господь подчиняет мне народ мой, то этим самым он раскрывает с работу своего смирения с возможностями Бога, содержащимися в имени Бога, чтобы подчинить Давиду народ, из которого он происходит, который добровольно должен был согласиться с избранием Бога и помазать над собой Давида царем. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом и помазали Давида в царя над Израилем. Второе царь, 5.3. В силу имеющегося принципа нам следует разрешить вопрос, каким образом обетование данного имени Бога может относиться к царям и священникам во Христе Иисусе. И для разрешения этого вопроса нам придется рассмотреть следующий ряд вопросов. Какими критериями определяется имя Бога, с работой с которым Давид пришел к владычеству над народом, из которого происходил? Какое назначение призвано производить владычество над народом, из которого мы происходим в наших отношениях с Богом? Какую цену необходимо заплатить, чтобы сработать с возможностями Бога для владычества над своим происхождением? А также по каким результатам следует судить, что Бог действительно подчинил нам народ, из которого мы происходим? Итак, вопрос первый. Какими критериями определяется имя Бога, данное Давиду, а следовательно и всякому человеку, приходящему к Богу, для владычества над народом, из которого он происходит? По сути дела, чтобы определить критерии, заключенные в имени Бога, выраженные в его возможностях подчинять нам народ, из которого мы происходим, нам вначале следует вспомнить, какими критериями определяется имя Бога, выраженное в его владычестве над народом, который происходит от него. Так как именно сработа с этими возможностями Бога позволила Давиду прийти к власти над народом, из которого он происходил, а народу позволила добровольно подчинить себя власти Давида. Нам достаточно хорошо известно, что все видимое и невидимое, включая избранный Богом народ, произошли или получили свое начало от семени слова, исходящего из уст Божиих. Нам также хорошо известно, что слово, исходящее из уст Божиих, является одним из его многочисленных имен, возвеличенных Богом, превыше всякого его имени и поставленных во главу всех имен Бога. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего». Устроение нашего тела в святой храм Бога, в котором Бог будет пребывать вечно и в котором будет являть свою милость и истину к своему народу, является результатом того, что Бог в нашем теле, которое Он предначертал быть его святым храмом, возвеличил слово свое превыше всякого своего имени. Это ни много ни мало означает, что Бог добровольно подчинил себя Слову, которое происходит из его уст или же поставил себя в зависимость от Своего Слова в храме нашего тела. Бог поставил себя в зависимость от Своего Слова только в храме нашего тела. И только там, потому что написано, что Он в храме это возвеличил. Такое деяние не только не умоляет Бога, а, напротив, возвеличивает его и раскрывает его, как неизменного в своем слове. Эта концепция хорошо представлена в пророчестве Аввакума. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение и начитай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». То есть то, что мы слышим через благовествуемое Слово, это видение, оно у нас возникает в мысленном образе. Мы должны четко написать его на скрижалях, и несмотря на то, что время может задерживаться, не в нашу пользу что-то может происходить, мы должны твердо уповать на Господа, чтобы читающий это видение мог легко прочитать. Когда он легко прочитает, только тогда он выполнит свое Слово. Поэтому, исходя из этого и других мест Писания следует, что Бог бодрствует и обязается выполнять, обязался выполнить только то свое Слово, которое будет ясно начертано на скрижалях нашего сердца и исповедано нашими устами, как вера нашего сердца, в которой мы будем называть несуществующие обетования Божие, как существующие. В силу этого для Бога господствовать над своим естеством, это бодрствовать над своим Словом в Святом Храме Человеческого Тела, чтобы оно исполнилось в указанное им время. «И простер Господь руку свою иремя», 1,9,12, «И коснулся уст моих». Видите, «коснулся уст». Мы знаем, что уста – это последняя инстанция власти, когда чистые уста могут призывать Бога, и тогда эти уста произносят слова, которые равнозначны словам Бога, исходящим из уст Бога. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, «Вот я вложил слова мои в уста Твои. Смотри, я поставил Тебя все день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне, «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Когда Бог пришел к решению произвести народ от семени своего друга Авраама, то Он имел в виду, что весь народ, происходящий от семени Авраама, будет царством его священников на земле, исполняющих роль его ходатайф и пророков. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так, скажи дому Израилеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе? Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Исход 19,36. Однако реакция народа на такое предложение Бога была отрицательной по той причине, что они не видели и не находили в себе силы заплатить столь высокую цену за право быть священниками Бога, исполняющими роль его пророков. «И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но что бы ни говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Исход 20,19. Таким образом, ответственность и назначение, которое призван был исполнять весь народ, легли на плечи одного человека, Моисея, который под тяжестью такой величайшей ответственности и такого высокого призвания буквально возопил к Богу. И тогда Бог взял часть тяжести и бремени Духа Его и распределил на плечах семидесяти мужей, старейшин и надзирателей Израилевых. «И сказал Моисею Господу, для чего ты мучаешь гроба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты склятываю, обещал отцам его? Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. И сказал Господь Моисею, избери семьдесят мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их, скини собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал Гилдат и Мадат, пророчествуют встанье. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных, его сказал, Господин мой Моисей, запрети им. Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. Числа 11, 11-29. Исходя из имеющегося события, чтобы Бог мог подчинить нам народ, из которого мы происходим, мы точно так же, как Бог, должны бодрствовать над тем, что происходит из наших уст. А посему говоря о владычестве над своим народом, из которого мы происходим, мы рассмотрим это владычество над землею, из которой мы происходим. Так как практически владычествовать над народом, из которой мы происходим, и владычествовать над землей, из которой мы происходим, это одно и то же. Другими словами говоря, мы призваны Богом владычествовать над нашим происхождением, исключительно на условиях Бога. Бытие 3.19 В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. Бытие 3.12 3.19 Однако результатом того, что Бог будет приводить нас к власти над Своей землей, под которой следует разуметь власть над Своим телом, должно служить знамение того, что наша земля в предмете нашего тела начнет отдавать нам свою силу и благословлять нас. Первоначальное возделывание земли, когда человек еще не согрешил против Бога, не предполагало изнурительного труда. Возделывание земли до своего грехопадения человек не только не утомлялся, но, напротив, при возделывании земли он получал от нее силу, энергии, одухотворение и удовлетворенность. Когда Бог намерился сотворить человека из земли, то уже тогда он предопределил, что человек будет владычествовать над всей землей, которой Бог передаст ему во владение на его условиях. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над всей землей. Бытие 1.26 Передача Богом человеку владычества над всей землей была установлена на тех же условиях и в соответствии того же порядка, в соответствии которого Бог владычествует на небесах. С одной высоко значимой оговоркой, что, несмотря на то, что Бог отдаст землю во владение человеку, сама по себе земля была и будет оставаться неприкосновенной собственностью Бога, его великой тайной, его святыней, в которую желают проникнуть ангелы. Господня земля, и что наполняет ее. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы, пришельцы и поселенцы у меня. Левитам 25.23 Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его предангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. «Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен предангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится назвать их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим посреди церкви, воспою тебя. И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные». То есть он взял точно такую же плоть, которая из земли. «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». А держава смерти дьявол находится в теле человека, сотворенного из земли. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Аврамовая евреям 2.5.16». Эти и другие места Писания говорят нам о том, что владение человеком землею было оговорено определенными условиями, при которых земля могла либо благословлять человека, либо, напротив, проклинать его в зависимости от отношения человека к Богу. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я сказал тебе, не ешь от него, проклята за тебя земля. Со скорбью будешь питаться от нее все дни жизни твоей, терни и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Бытие 3.17.18. Видите, отношение неправильное к Богу немедленно привело, что земля стала проклятой и не стала благословлять человека, а стала проклинать. Потому что благословлять – это давать ему силу, энергию, одухотворять его. Вы знаете, что древние народы каким-то образом это понимали, но неправильно понимали. Поэтому они понимали, что земля – это какая-то тайна, что она скрывает в себе могучую энергию жизни. Они пытались воспользоваться этой энергией жизни. И во время лунного противостояния, солнечного, они обычно ночью пытались зачинать на голой земле. то есть они пытались, чтобы их потомство было сильным, то они голыми ложились на землю для того, чтобы зачать ребенка, то есть преследуя вот эту цель. Ну, конечно, это оккультизм, потому что нужно было правильно к Богу относиться. Вы не можете обратить энергию земли в благословение на себя, если у вас нарушены отношения с Богом. Учитывая, что под образом земли мы рассматриваем наши тела, сотворенные Богом из земли, следует, если в нашем общении с Богом будет упразднен грех, то наши тела не будут производить терни и волксы, а напротив, будут служить для нас благословением. Бытие 4, 10, 12 «И сказал Бог, что ты сделал, голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отвезла уставство и принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Написано, Каин пошел в землю Нот. «Земля Нот» означает земля изгнания. Из этих мест следует, что не признание божественной власти в лице человека, поставленного Богом, обращает лицо земли против такого человека. И, напротив, добровольно признавая власть Бога в лице поставленного им человека, обращает лицо земли на нас. Вот посмотрите, как сказано у Иова 24-29. «От века с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемерно мгновенно. Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадет он. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенные им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. Змеиный яд он сосет, умертвит его языки хидны. Не видать им ручьев, рек, текущих медом и молоком. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от орудия железного, пронзит его лук медный, станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его. Ужасы смерти найдут на него, все мрачное сокрыто внутри его. Будет пожрать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет его, и оставшиеся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его, все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога, и наследие определенное ему вседержителем. Итак, возвращаясь к словам Давида, Бог подчиняет мне народ мой, под которым, разумеется, ответственность за наше призвание, которым является наш крест. Так как эти две фразы взаимозаменяемы в силу того, что одна фраза объясняет другую. Потому что нести свой крест, крест преследований за Иисусом, это исполнять свое призвание, так как исполнял его Христос, неся свой крест. Вот как об этом говорит сам Христос. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Иоанна 10, 17, 18». А посему наше смирение состоит в том, когда мы на условиях Бога и в соответствии с Его порядка начинаем сработать с Богом в том, что Он подчинил нам наше призвание в лице нашего народа, под которым просматривается подчинение наших чувств. На иврите подчинить это покорять, овладевать, брать, приобретать, господствовать, владычествовать, а также топтать и попирать. Дело в том, что когда в Писании глагол «подчинять» задействуется в отношении своего происхождения, то имеется в виду, что наше происхождение начнет благословлять нас. Когда же глагол «подчинять» задействуется в отношении наших врагов, то имеется в виду, что мы будем топтать и попирать их. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного она паяется водою. Земля, которой Господь Бог твой печется, очи Господа твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Второзаконие 11, 10, 12. Видите, очи Господа непрестанно находятся на теле человека. Это его последняя инстанция искупления. А посему, подводя итог, критерию власти над своим происхождением следует, что для того, чтобы Бог мог подчинить нам народ, из которого мы происходим в предмете наших чувствований, мы должны научиться благословлять человека, приходящего к нам во имя Господне. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Матфея 23, 37, 39. То есть, доколе мы не благословим грядущего во имя Господне, то есть, того, которого Бог послал. Итак, вопрос второй. Какое назначение призвано производить владычество над народом, из которого мы происходим? Насколько мы уяснили, критерии владычества над своим происхождением это обоюдные обязательства Бога и человека, которые призваны выполнять каждый человек, приходящий к Богу. Таким образом, эти обоюдные обязательства фокусируются в одном человеке, где он, с одной стороны, должен бодрствовать над словом своим в том, чтобы научиться признавать власть Бога в словах человека, которого поставил над ним Бог, и благословлять его. А с другой стороны, благословлять те сферы, за которые он несет ответственность пред Богом, и в первую очередь, объединяя самого себя со своим призванием. Вот один из эталонов молитвы смирения, по которой следует испытывать себя на предмет пребывания в страхе Господнем. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости. То есть, речь идет о плоде уст человека. Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Речь идет о способности оплодотворять себя семенем Слова Божьего. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Речь идет о Слове Божьем, которое должно жить в нас. То есть, наша внутренность должна быть житницей для Слова Божия. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажетях наших. Речь идет о чистых мыслях, которые будут посещать наше мышление. А такие мысли могут посещать нас только тогда, когда наш разум будет обновлен. Да будут волы наши тучные. Речь идет о воле человека, которая будет помазана Духом Святым. Тучность – это помазанность. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 143, 12, 15. Таким образом, назначение во владычестве над своим происхождением предусматривает и выражается в правильных отношениях с Богом и друг с другом. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иоанна 13, 35. Вопрос третий. Какую цену нам необходимо заплатить, чтобы соработать с возможностями Бога, заключенными во владычестве над своим происхождением? Или же какие условия необходимо выполнить в явлении доказательства своего смирения предволей Бога, чтобы испытать себя на предмет наличия страха Господня? Во-первых, смирение, выраженное в платье за ответственность и владычество над словами веры сердца, которые мы произносим, состоит в соблюдении всех заповедей Бога, данных нам для владения землею нашего тела. Второзаконие 11, 8. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. Овладение с землею нашего тела лежит по ту сторону Иордана, который необходимо перейти, чтобы затем с силою закона Духа жизни во Христе Иисусе, обретенной воскресенье Христовом по ту сторону Иордана, начать освобождение своего тела от закона греха и смерти и таким образом начать овладевать землею нашего тела. Иордан – это образ смерти Иисуса Христа. Войти в Иордан и пройти по дну Иордана – это крестом Господа Иисуса погрузиться в смерть Христа, в котором мы умираем для мира в лице своего народа, для дома своего Отца в предмете генетического наследия унаследована нами от греховного семени наших отцов и для своей душевной жизни в предмете расслевающих желаний души, облеченных зачастую нашим умом в волю Божию. А выход на другой берег Иордана, за которым распростирается обетованная земля, это процесс обличения нашего тела воскресения Христова в лице нашего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Соблюсти заповеди – это хранить себя неоскверненным от мира в лице нашего народа, хранить себя неоскверненными от дома нашего Отца в лице идолопоклонников, обуславливающих дом нашего Отца, и хранить себя неоскверненными от своих бывших расслевающих желаний, наклонностей и предпочтений. Соблюдение заповедей дает нам силу и укрепляет мышцы нашей веры для овладения обетованной землей нашего тела. Отсутствие доказательства такого рода смирения, в который нам необходимо перейти Иордан, следуя за священниками, несущими ковчег Завета, это отсутствие доказательств пребывания в страхе Господнем и наоборот. Однако, чтобы закон Духа Жизни во Христе Иисусе, который находится по ту сторону Иордана, освободил наши тела от закона греха и смерти, наше смирение перед волей Бога, выраженное во царении воскресения Христова в нашем теле, начинает проявлять себя прежде перехода через Иордан. И точкой отсчета нашего смирения перед Богом является срок заготовления пищи, заключенный в три дня для перехода через Иордан, для усыновления и искупления нашего тела. Иисуса Навина 1, 10, 11 «И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал, пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Бог отцов ваших даст вам в наследие». Образ, сокрытый в тайне трех дней и трех ночей, это время, в котором мы призваны изучить и познать сцену нашего искупления, заплаченную Богом смертью своего Сына Иисуса Христа. Пища, которую мы призваны заготовить в течение трех дней, чтобы пойти за Иордан для наследования обитовной земли в образе нашего тела, это время, которое дано нам для приобретения елея в сосуды своих сердец. Именно вот такую пищу мы должны приготовить в эти три дня. Это образ, это не значит буквальные три дня, но Бог отпускает время, в которое человек может заготовить пищу. И он может ее заготовлять только после того, мы видим, что вот вначале Бог подвел народ для того, чтобы перейти и чтобы воцариться в теле и очи Господа постоянно на ту землю. Следующий шаг, обуславливающий показатель нашего смирения перед волей Бога за право владеть своим народом или же княжить над своим телом с силою воскресения Христова, это принятие и сохранение в своем сердце двух соглядатаев. То есть последовательно, если вы посмотрите, следующее событие, которое произошло, и послал Иисус сынавин из Ситима двух соглядатаев тайно и сказал «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там». Иисус «Оставшиеся ночевать в доме Рахавы это образ истины Слова Божия и образ Личности Святого Духа». Видите, только после того, когда мы будем иметь понимание учения Иисуса Христа пришедшего плоти, вот соберем эту пищу, то есть три дня дается на это, только после этого к нам будут посланы два соглядата, и только после этого мы можем овладеть двумя видами премудрости, то есть это Урим и Тумим. Следующий шаг, обуславливающий показатель нашего смирения перед волей Бога за право владеть своим народом или же княжить над своим телом с силой воскресения Христова, это взять со дна Иордана двенадцать камней, а на место их положить другие двенадцать камней, взятых по ту сторону Иордана. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу «Возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников, неподвижно двенадцать камней, и перенесите их с собой и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь, чтобы они были у вас знамением. «Когда спросят вас в последующее время сыны ваши скажут «К чему у вас эти камни?» Вы скажете им в память того, что вода Иордан разделилась пред ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан. И другие двенадцать камней поставил Иисус среди Иордана, на месте, где стояли ноги священников, нежных ковчег завета». Иисуса Навина 4, 1, 9. Итак, «Двенадцать камней, взятых со дна Иордана, это образ двенадцати жемчужных ворот с именами двенадцати имен сынов Иакова, дающих право на власть наследовать обетованную землю в предмете усыновления и искупления нашего тела». Нам прекрасно хорошо известно, что жемчуг это страдание моллюски и наше тело в жемчуге представлено вот этой инородной песчинкой и она не может избавиться от нее и начинает вырабатывать перламутр, то есть жемчуг. И только благодаря этого жемчуга мы можем входить. Что это за жемчуг? Жемчуг это закон духа жизни во Христе Иисусе. Посмотрите, как он вырабатывается путем страдания, то есть через смерть, через прохождение через смерть. «А двенадцать камней, взятых с места ночлега в земле хананской и положенных на дно Иордана, это образ нашего тела, в котором пребывает закон духа жизни в предмете древа жизни, приносящего плод двенадцать раз в год, дающего на каждый месяц плод свой. Это победа над смертью и воскресением Иисуса Христа. То есть посмотрите, он оттуда взял, а другие двенадцать отсюда поместил туда. То есть после воскресения Христова у Христа оказались ключи ада и смерти. Отец передал ему. Он сказал, «Я был в мертвости, жив во веки веков и имею ключи ада и смерти». Вы знаете, что закон греха и смерти – это закон Моисеев, который обнаруживает грех в теле человека, обнаруживает тление, это результат греха, и поэтому он восстает против него, он его убивает. И когда я законом для закона умираю в сердце Иордана, то когда я выхожу сюда, то уже есть жемчуг, результат страдания. Этот результат воскресения теперь находится, и вот этот результат воскресения, видите, каким образом он вытеснит закон греха и смерти, или же как один закон преобразуется в другой закон, потому что и тот закон Божий, и тот закон Божий. Но только до тех пор, пока в теле есть тление, закон выступает против нас. Как только тления нет, то закон, обнаруживающий греха, нет. Теперь закон становится нашим другом. Он дан был для жизни, он становится законом духа жизни во Христе Иисусе. Если христиане полагают, что закон духа жизни каким-то образом сам по себе придет, и что это такое? Закон духа жизни это результат, приобретенный страданиями за истину. Потому что мы страдаем за истину, потому что наше желание противится истине, но мы убиваем эти желания, мы противимся им. Следующий шаг, обуславливающий показатель нашего смирения перед волей Бога за право владеть своим народом или же княжить над своим телом силой воскресения Христова, это запечатлеть нового человека печатью праведности, которую он имел до обрезания. Вот посмотрите, где идет запечатление нового человека. В то время сказал Господь Иисусу, сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилю их во второй раз. И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилю их на месте, названном холм обрезания. Написано, обрежь их второй раз. Хотя на самом деле они в первый раз получали обрезание, написание говорит, обрежь их второй раз. И сделал Иисус себе острые ножи и обрезал сынов Израилю их на месте, названном холм обрезания. Дело в том, что по ишествии из Египта весь народ вышедший был обрезан, но весь народ родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта не был обрезан, ибо сыны Израилевы сорок лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ способный к войне, а вместо их воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезали. И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас постромление египетское, почему и назвал то место Гал-Гал даже до сего дня. Итак, мы знаем, что люди, которые были обрезаны, это сыны тех людей, которые пали в пустыне. Практически это один и тот же человек, то есть он убивает себя, законом умирает для закона, и вот это новый человек, которого он рождает, это плод древа жизни. Но люди, родившиеся в пустыне, это образ нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Они уже были праведные. Обрезание нового человека это такой акт смирения, в котором явлено сокрушение нового человека, свидетельствующее о несении своего Христа и следовании за Иисусом. Точно так, как там печать праведности, которую Авраам имел, а потом получил в обрезании для тела, здесь новый человек получает обрезание, которое, то есть он уже имел эту праведность, он родился праведным, он родился в пустыне в общении с Богом, он не знает иной пищи, он питается только пищей Бога, и тем не менее его нужно запечатлеть печатью праведности, она дается уже праведным. Это не делает праведным человека, но она дается как печать праведности, таким образом сокрушенный дух это обрезание нашего сердца, которое запечатляет, служит печатью праведности, что утверждено. Следующий шаг, обуславливающий показатель нашего смирения перед волей Бога, за право владеть своим народом или же княжить над своим телом силу и воскресенье Христово, это совершить песок Господа, что позволит нам есть произведение своей земли. И стояли сыны Израилевы с Таном в Галгале и совершили Пасху в 14 день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, опреснок и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли хананской. Иисус Анавина 5, 10, 12. Разница между совершением песок в Египте и на равнинах Иерихонских в земле хананской состояла в том, что песок, совершенный в Египте за закрытыми дверями, помазанными кровью Агнца, дал им право на власть выйти из рабства Египта. В то время как песок, совершенный в земле хананской, дал им право на власть взять во владение землю хананскую. Видите, какое назначение песок? До тех пор, пока человек в Египте, песок дает ему власть на право выйти из Египта, совершение песок. Но когда он подходит к Иордану, чтобы перейти, и перешел через Иордан, и вот он уже стоит на берегу реки, то есть уже воскресение Христова, он вошел в эту землю, теперь надо ее осваивать, ее нужно брать. И прежде чем ее брать, Иисус написано, обрезывает их во второй раз, хотя это обрезывается новый человек, плод, печать праведности. Зачем? Для того, чтобы они получили право на власть взять во владение землю хананскую. То есть, чтобы взять тело человека во владение, чтобы тело стало принадлежать Господу на самом деле. Тело является святыней Господней, принадлежит Богу, но в таком состоянии Бог не может взять наше тело, потому что плод и кровь, тление не наследует нетление. Но когда произойдет нетление, и нетление будет упразднено, и он облечет человека в воскресение Христова, а он его может облечь только после того, когда человек получит право на власть завоевывать. Мы будем дальше говорить, что это процесс, что это не сразу происходит. Мы видим, как город за городом, то есть, израильтяне завоевывали. Бог говорит, я дал вам, а на самом деле мы будем завоевывать. Почему мы говорим, это процесс облечения в нового человека. «Есть произведение земли – это жить верою или же питаться исповеданиями веры. Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут, они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Матфея 12, 4, 37. То есть, от исповедания слова своего мы с законом духа жизни избавимся от закона греха и смерти. Праздные слова – это когда нету веры сердца, а есть только уста. Что ты говоришь мне, Господи, Господи, а слова мои бросаешь за свой хребет? Вот это есть праздные слова. Когда человек просто берет то, что написано здесь, и исповедует. Вначале надо то, что написано здесь, через благовествуемое слово, через слышание, через чтение. Читать очень необходимо. Когда вы читаете, вы легко будете слушать. И когда вы слушаете, вот от слышания возрождается вера сердца. Вера – от слышания Слова Божия. Притом она должна прийти, чтобы кто-то это делал, не мы. Чтобы кто-то нам говорил, чтобы мы услышали, но не все услышали. Вот Исаия говорит, не все он жалуется, Илья жалуется, не все услышали благовествование, вера от слышания. Не многие ее услышали. Почему? Не было преклоненное ухо. Они хотели на своих условиях иметь Царство Небесное. Так не получится. Писание говорит, что в день суда эти люди дадут отчет за то, что они брали слова Божие и праздных исповедовали. Что ты говоришь мне, Господи, Господи, устами Твоими, а сердце Твое далеко отстает от меня. Сердце человека не оправдано. Там мертвые дела. Оно не запечатлено. А он, несмотря на это все, и не понимая даже этих мыслей, не зная этой истины, он пытается провозглашать, я праведен. Особенно сегодня в этой праведности широко разлагольствуют лжехаризматы. Никто так не орет о праведности, как они. Живут, как дьявол. Абсолютно ни их облик, ни их слова, ни их действия, ни их служения, ни их прославления, ни их молитвы вообще не соответствуют Слову Божьему. Вообще далеко стоят. И тем не менее, они берут какое-то место, выдирают оттуда, извращают его, чтобы доказать вот это бесчинство, которое они творят, полагая, что Дух Святой действует среди них в то время, когда там Дух нечистый. Конечно же, они будут нас ненавидеть вместе с фарисеями и саддукеями. Но для нас это только награда. Ведь если вас ненавидят за правду, то вы получите награду. И, конечно же, эта награда будет царство небесное в теле человека, воцарение. Поэтому мы только должны этому радоваться. Сейчас мы склоним наши колени, кому возможно наши головы в молитве и будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы имели возможность сегодня слышать. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я поклоняюсь вместе с народом Твоим на этом благословенном Тобою месте, которое издревле определило десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Ты издревле предназначил такие места по всему лицу земли, чтобы святые Твои славили Бога. Ты осветил место, на котором они могут приходить, как тело Твое, чтобы вместе, объединяясь в одну душу и в одни мысли, поклоняться пред Тобою, призывать имя Твое, приступать к Тебе, чтобы получать откровения Духа Твоего Святого. Да будут ныне эти откровения Духа Твоего Святого утешением для народа Твоего, чтобы каждый из нас мог четко и определенно знать, что, выполняя свое призвание в теле Христовом, мы таким образом несем свой крест. признавая над Собою человека, которого Ты поставил, мы таким образом являемся учениками и имеем право нести свой крест и идти за Тобою. И, разумеется, Ты проведешь нас через Иордан. И упование, и надежда не угаснет нас, а только укрепится. Мы пройдем посуху, и Иордан остановится. Смерть не поразит нового человека, но Ты возьмешь смерть Сына Твоего Иисуса Христа и обрежешь ею наше сердце, чтобы утвердить правду Твою в нашем новом человеке, чтобы затем облечь наше тело в этого человека. Благодарим Тебя за слово жизни, благодарим Тебя за утешение, которым Ты утешаешь нас. Ты сказал, что Ты являешься таким удивительным Богом, Который, если дал силу зачать, то обязательно даст силу и родить. Поэтому Ты призываешь своих детей, чтобы они ясно начертали на скрижалях своего сердца то слово, то видение, которое они слышат, чтобы Ты, как читающий, мог легко прочитать в свое время, когда придет время для того, чтобы с законом Духа жизни во Христе Иисусе упразднить, освободить нас от закона греха и смерти в нашем теле, восторжествовать в теле, в котором Ты будешь пребывать вечно. великая тайна, великая тайна, сотворенная из земли, являющаяся Твоею святынею, которую не могут понять люди. Но Ты проведешь эту землю через огонь и сотворишь из этой земли новую землю и новое небо. И, следовательно, наши тела будут соответствовать новому небу и новой земли. Да будет благословена милость Твоя, потому что Ты уже показал это творение, Ты соделал его во Христе Иисусе, и далее Ты распространишь его на всех рожденных Тобою детей, которые готовы будут принять заповеди Твои и пойти вслед их. Ты любишь послушных детей, а непослушные трансформируют себя в детей дьявола. И ныне мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном месте и благодарим Тебя за все блага Твоей милости Твои, которые Ты явил нам в Слове Твоем и Духе Святом. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь закончим наше служение неизменной манифестацией, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok